Здравствуйте, Николай Петрович. Первый вопрос. Вы член по Общественной палаты Чувашской Республики. Сейчас вас выбрали в Общественную палату России. Какие задачи вы видите перед собой в связи с этими выборами, с этим назначением? Ну, задач много. Я как профессионал, естественно, я вхожу в комиссию по охране здоровья. А здравоохранение само по себе, оно не является каким-то автономным. Здесь тоже есть ряд проблем, которые надо решать. Хотя не мы должны решать, это не Общественная палата решает. И для этого есть здравоохранение, Министерство здравоохранения Российской Федерации, здравоохранение регионов. Но в Общественной палате есть еще и комиссия, которая занимается именно этой проблемой. Задачи ее, конечно, свои. Она должна будоражить, в принципе, те проблемы, которые появляются в здравоохранении. Ну, в частности, вот последний созыв, который имеет место, в Общественной палате 168 человек сейчас, и 85 представляют интересы из регионов. Это впервые. Кстати, это очень важная ситуация. Если раньше, в предыдущих созывах, там большая часть членов Общественной палаты были из Москвы, то сейчас, видите, довольно большой контингент из регионов. Естественно, региональные представители, они будут поднимать вопросы, которые встают именно в регионах. Это тоже больной вопрос, который нужно поднимать, будоражить и решать его. Ну, проблем, конечно, есть, которые в здравоохранении. Какие вопросы вы хотите поднимать на заседаниях палаты? Я лично хотел бы поднять вопросы, которые касаются общего такого, общей проблемы. Проблемы, в частности, у нас мало продукции, которые поставляются из продукции российского производства. Это очень важная составляющая, особенно с последними событиями, которые имеют место в Украине. Я думаю, что, может быть, даже и последствия какие-то дальнейшие будут. Поэтому лучше, конечно, чтобы наше производство, которое производит медицинскую технику, медицинские изделия различные, шовные материалы, интеркулярные линзы, они как можно больше производились у нас. Чтобы мы меньше зависели от Запада полностью. Зависимость, конечно, невозможна, это нереально, потому что в мире ни одна страна не может обеспечить себя полной продукцией, которая бы отвечала интересам полностью здравоохранения в мировом масштабе. И так, чтобы это было на уровне, довольно серьезном уровне. Поэтому, ну, хотя бы увеличить это производство, и составляющая хотя бы составляла 50-60% у нас в России, это было бы реально. Поднимать этот вопрос надо чаще, и поднимать наше производство. Ну, бодражить, во всяком случае, вот эту тему. Есть еще несколько тем, которые хотел бы поднять. Это касается вопросов аккредитации, в которых получение или защиту так называемых категорий врачебных. Они тоже имеют еще там нерешенные многие вопросы. В частности, для того, чтобы защитить категорию какому-то врачу или медицинской сестре, она должна выезжать куда-то защищать, выезжая куда-то в далекие края. Мы, допустим, выезжаем в Самару. Это требует, по крайней мере, три дня минимум. День туда, день обратно, и еще день для того, чтобы защититься. А в целом, даже по нашей клинике, получаются довольно серьезные финансовые и временные потери. А в масштабах страны это довольно большие серьезные потери. То есть мы вот этот вопрос тоже еще поднять. Ну, естественно, конечно, будет поднят еще вопрос о пересадке органов и тканей. Мы, правда, берем только роговую оболочку, пересадку. Пересадку мы производим здесь. Но в целом, по стране потребность такая очень большая. Ее тоже надо поднимать. Загонодательство есть, но оно почему-то не очень-то работает в серьезном масштабе. То есть вопросов по здравоохранению достаточно много. Их надо поднимать, будоражить и ставить на какой-то другой уровень. Николай Петрович, недавно члены общественной палаты России встречались с президентом России Владимиром Путином. Какие вопросы обсуждались? Ну, вопросы, которые были подняты, довольно серьезные. Они охватывали практически всю жизнь нашей страны. Ну, во-первых, он, конечно, дал общие характеристики, общие положения в стране. Начал сам. Довольно так объемно охарактеризовал общие положения. А потом начались вопросы. Вопросы задавались буквально в основном руководители различных комиссий. Вопросы серьезные. Они затрагивали практически все стороны жизни нашей страны. Начиная там и сельское хозяйство, и Украину, и здравоохранение, и бизнес, и образование буквально. Но что характерно, что понравилось, вы знаете, и даже какое-то чувство гордости за президента стало. Потому что человек чувствуется, он в теме, по-настоящему, он знает проблемы. И очень четко отвечал на все вопросы, включая цифровые данные, у него в голове где-то сохраняется. И настолько деликатно, в то же время четко и профессионально отвечал на все вопросы. Каждая тематика, она довольно узкая, допустим, тот же бизнес, то же образование. Там много вопросов. И касаясь и в то же время медицины. Затрагивая вопросы о здравоохранении, он просто одним вопросом сказал, да, надо проанализировать вопросы и заработные платы, решить этот вопрос, исполнять, и многое другое. Потому что сейчас есть некоторые трудности, некоторые моменты, но надо их решать. То есть он фактически поставил все на свои места. Вот чувствовалось, что человек подготовлен, он вырос настолько сильно и мощно сейчас, вот он в расцвете силы. Ну, в общем, остается только пожелать, чтобы дальше он вел в страну по тому же пути, которые имеют место в данной ситуации. Николай Петрович, вы руководите большим институтом. У вас, скажем так, большое хозяйство. Зачем вам нужна еще общественная деятельность? Мне трудно ответить на этот вопрос, чтобы зачем мне это нужно. Вы знаете, есть, родина позвала, значит, надо. Работы действительно много. Да, здесь, кроме как я директор клиники, еще и заведующий кафедрой офтальмологии университета, заведующий кафедрой института усовершенствования врачей. Но эта работа, она все равно единая. Все равно связана с медициной. Мы здесь ведем лечебную деятельность, образовательную деятельность. Начиная со студенческой эскамимы, готовим офтальмологов уже начинаем готовить, а окончательная специализация идет уже в институте усовершенствования врачей. То есть идет, в общем-то, подготовка специалистов. Когда готовим молодые кадры, мы говорим о том, что вот был такой учитель. И вообще-то историю надо помнить. Мы в этот день, когда проводим благотворительную акцию, мы собираем офтальмологов всей Чувашии. Здесь проводятся лекции, семинарские занятия. Лекционный материал подготовлен довольно на высоком уровне. И приезжает из других клиник страны для того, чтобы прочитать лекции. Это фактически очень большая, масштабная научная конференция. Ну, естественно, конечно, и много слов будет сказано о памяти, о жизнедеятельности Святослава Николаевича Федорова. И, естественно, в этот день будет благотворительная акция. Мы даже проводим иногда и два дня с таким расчетом, чтобы здесь проводить, в общем-то, диагностику и настраивать уже, готовить людей для той или иной хирургии и вообще для лечебной деятельности. Это как раз и говорит о том, это продолжение как раз вот учебного цикла. Начиная с студенческой скамьи и дальше ординатура, и дальше мы еще и общаемся с врачами, которые уже имеют достаточный клинический опыт. Здесь они получают, именно в эти дни получают новую совершенно информацию, потому что лекторы достаточно солидные, подготовленные. Это зачастую довольно серьезный профессорский состав из различных регионов страны. А то, что касается нагрузки по общественной палате, то она опять же связана с медициной. Поэтому она, я бы не сказал, что это как-то в тяжесть. Но необходимость она есть. Конечно, времени не так уж много, но я думаю, что как профессионал я окажу какую-то пользу для страны. Потому что там надо поднимать вопросы, которые действительно касаются здравоохранения. И они есть, и в последнем месте будут какие-то. Их все время надо будоражить, поднимать и решать. Ну и, конечно, общественная палата не имеет решающего голоса. Для этого есть Министерство здравоохранения Российской Федерации. Но будоражить снизу некоторые вопросы надо. Поднимать их надо просто. Спасибо большое, Николай Петрович. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова